друзья всем привет сегодня у нас будет необычное видео это не будет никакая достопримечательность что-то подобное потому что у меня нету просто времени ездить по разным достопримечательностям местам и так далее сегодня будет просто влог про мою жизнь про то что я делаю каждый день особенно последнее время и сегодня вы присоединитесь ко мне к моему дню и сегодня у нас по плану уже вечерей потому что сегодня весь день я бегал по стройматериалам и так далее и тому подобное сегодня мы будем делать ремонт что будем делать будем делать полы то есть будем ставить маяки для полов и заливать стяжку поехали ну что второй день нашего ремонта точнее моего лично пришел я сейчас маячки стоят сейчас все прогрунтую обеспылю и начну заливать стяжечку заливать сегодня буду кухня часть коридора получается день выжду остальную часть коридора и санузел смотрим а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 всем еще раз привет сейчас я снова пришел на квартиру наступил уже следующий день вот что я залил это кухня и часть коридора осталось залить вот эту часть и ванну и в принципе уже будем приходить к штукатурке стен да уже по сути штукатурить стены скоро сейчас я вытащу здесь маяки залью стяжку дальше до двери залью ванну и все надо уже штукатурить сегодня у нас эти в надзоре очень сильно идет снег вчера было плюс 15 вчера в майках выходили гулять вчера после работы пришли получается насти пришла ко мне точнее нет получилось так что она вышла идти ко мне а я уже закончил и шел в ее сторону мы такие встретились типа нифига себе ну короче пошли в этом прогулялись было очень тепло приятно приятная теплая погода и чем получается а пришли вчера я вот бугорки добил потому что их нужно сбивать пока они еще свеженькие вот такие бугорки берешь вот так срезаешь плиточка хорошо легла на них и все отправились домой спать сейчас я снова здесь сейчас буду убирать вот это вот чудо все отсюда поставлю маяки после того поставлю маяки буду прятать а получается трубы которые будут ванной водопроводной у нас будут идти по полу то что не по полу по стене но в полу это место все будет заливаться потому что полы будут подниматься высоко там нужно сделать трап там нужно сделать разуклонку а так как здесь стяжки нету здесь прям бетонные перекрытия этот канализационный стояк тройник ниже опустить никак не получится потому что это надо долбить плиту плиту долбить я не хочу так как здание старое нафиг мне это не надо я лучше оставлю так лучше чуть выше подниму полы просто вот в том месте и в принципе все будет хорошо сейчас сделаю короб для водопровода ну чтобы не просто в бетон потому что трубы полипропиленовые и они от нагрева начинают ходить туда-сюда протрутся перетрутся еще чего-нибудь не надо это этих проблем и вот сейчас я делаю полы заканчиваю и завтра заказываю штукатурку послезавтра по планам уже начинаем штукатурить стены частично вся штукатурка будет убираться потому что она старая дряхлая будет штукатурится сначала гипсовой штукатуркой потом будет меловая штукатурка это уже под полностью выравниваю число на принципе все что я рассказываю давайте смотреть надо уже начинать захожу уже четыре минуты с вами разговариваю давайте все смотрим для ровненьких пол главное что все было по уровню здесь сильно пол как некоторые любят делать наливной прям чтобы он там в глянец был естественно делать этого никто не будет почему потому что это во первых гораздо дольше гораздо сложнее это нужно определенным то есть вот смотрите здесь более-менее ровненько бром это вот определенную консистенцию а вот здесь уже видите здесь уже бугорки пошли всякие разные чтобы сделать вот так же как я первый раз показал ровненько вот так как здесь нужно определенную консистенцию и естественно немножко другой песок который поменьше просеянный я взял песок обычный который с небольшими камушками так как все равно у меня здесь будет плиточный клей и плитка плиточного клей я никогда не жалею хороший слой сантиметра два у меня как минимум есть плюс еще гребеночка 1.8 грубо говоря там свои три сантиметра есть и держится она очень прекрасно вот я у себя дома сделал плитку она мне там 60 на 60 плитка она не скалывается не потому что она супер мега хорошие и так далее но это тоже кстати очень сильно зависит а еще очень сильно зависит от пустот в плитке то есть плитка она же вибрирует почему она трескаться потому что она вибрирует и когда вы что-то роняете на плитку если где-то есть пучочек воздуха и так далее там просто появляется трещина ну либо прямо надо бам и отскакивает что делаю я я просто мажу чуть больше чем надо плиточного клея потом его просто излишки убираю и все и вот у меня сколько раз инструмент уже падал на мою плитку сколько раз чуть-чуть не еще падал а стеклянные бутылки бутылки разбивались причем они прям пяткой то есть вот этим местом от донышка падали с плиткой ничего не произошло поэтому кто мне сейчас будет говорить про госты и шмосты и так далее я слишком много уже залил полов